В Москве председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с главой правительства Емена Ахмедом Бен Мубараком. Стороны обсудили контакты Москвы и Саны, среди которых вопросы региональной безопасности. За визитом внимательно следят эксперты по Ближнему Востоку. Их оценки и визиты в комментарии моего коллеги в Москве Дмитрия Маслака. Трехдневный визит премьер-министра Емена в Москву завершается на фоне двух очередных инцидентов в Красном море. Арабские СМИ публикуют кадры, на которых у берегов Адена тонет британское торговое судно, которое, как сообщают медиа на Ближнем Востоке, получило повреждения в результате ракетного удара хуситов. Между тем, кенийский офис южноафриканской компании интернет-провайдера СИКОМ опроверг информацию о повреждении его морского интернет-кабеля. Из-за таких хуситов под данным компанией повреждение связано с другими причинами. Из-за низкого уровня моря в этом районе мы подозреваем, что причиной повреждения кабеля является контакт с тролером или якорем, что распространено в районах с низким уровнем моря. Напомню, несколько часов назад израильские средства массовой информации написали, что члены движения Ансар-Ала, правящего на севере Йемена, повредили оптоволоконный трансконтинентальный интернет-кабель, связывающий Европу и Азию. Кабель проложен по дну Красного моря. В Йемене после опровержения данных о технологической аварии сейчас заявляют, что Израиль, США и Великобритания специально распространяют подобные слухи, чтобы якобы настроить мировое сообщество против хуситов. И вот как раз, чтобы донести до официальной Москвы реальное положение дел во всем Йемене, и прибыл в Россию с официальным визитом Ахмед Авата Бен Мубарак, со своим первым заграничным визитом в должности премьер-министра Йемена. Он был назначен главой правительства республики 5 февраля, сохранив за собой пост министра иностранных дел страны. Переговоры Мубарака в Москве уже завершились. И вот какие оценки итогом и общей ситуации в Йемене дает глава российского МИДа Сергей Лавров. Выразили наше убеждение, что рост напряженности во прилегающих акваториях Красного моря и Аданского залива, который возник в связи с обстрелами йеменскими хуситами коммерческих судов, во многом стал следствием беспрецедентной эскалации Палестино-Израильского конфликта, а также затянувшегося на 9 лет йеменского кризиса. Мы не оправдываем обстрелы коммерческих судов, чем бы эти обстрелы не оправдывались, но мы также не можем оправдать агрессивные действия, которые под этим предлогом Соединенные Штаты и Британия предпринимают против территории Йеменской республики, и не имея на это никакого международного мандата в виде резолюции Совета Безопасности ООН, которая подобных вещей не разрешала. В Москве внимательно сейчас следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В параллель визиту главы йеменского правительства эксперты на круглом столе в Москве обсудили положение дела в Йемене, влияние западных стран на обострение ситуации во всем Ближневосточном регионе. В частности, о том, что агрессивные действия Соединенных Штатов, их специальная операция «Страж процветания» пока не приносит плодов Вашингтону, и что есть риск, что вот эти все неудачи Соединенных Штатов могут лишь усугубить ситуацию, говорят эксперты в Москве. Счет на то, что удастся сравнительно малыми силами флоты и авиации принудить Ансарула к отказу от взятых на себя обязательств, от радикальной риторики и, главное, активных действий, сегодня не приводит к какому-то эффекту. Это создает понимание у всех участников и йеменского конфликта, и шире участников в регионе, что такая ограниченность потребует у американцев, стремящихся в том числе не только достичь цели, но и сохранить свое лицо, как-то вовлекаться в военную операцию на земле. Делать это они сейчас не могут в силу объективных обстоятельств, но, с другой стороны, это создает возможность для различных других групп йеменского конфликта, участвовать в торге о том, что они могут поддержать эту операцию против Ансарула. Хозяйничать в Красном море и в Йемене Соединенным Штатам будет все труднее, ведь, в общем-то, не так важно, что говорили во время визита в Москву премьер-министра Йемена. Важен сам факт его появления в России, это своего рода сигнал Западу, что противники гегемонии не сдадут Соединенным Штатам в очередной раз Ближний Восток, не дадут взорвать американцам очередную военно-политическую мину замедленного действия на Ближнем Востоке, которая, в общем-то, может стать конфликтом, как говорят эксперты, потяжелее того же противостояния сектор газа и Израиль, и даже сопоставимым может оказаться сопоставимым с американскими операциями в Ираке и Афганистане в первые нулевые. Самое удивительное, говорят эксперты в России, то, как США пытаются сейчас влиять на Китай, присутствие которого на Ближнем Востоке растет день ото дня. Да, Соединенные Штаты пытаются втянуть Китай в орбиту своей политики вот такими вот заявлениями, что Китай должен надавить на куситов, которые и это, собственно, снизит напряженность ситуации в Красном море. Но об этом достаточно четко говорили китайские представители, что Китай проводит свою политику для реализации своих национально-государственных интересов. И эти национально-государственные интересы Китая, они, безусловно, не коррелируются с интересами Соединенных Штатов. Китай будет проводить свою национально-государственную ориентированную политику в регионе, и это уже происходит. Я напомню, вот это масштабное восстановление отношений между Саудовской Аравией и Ираном, это также при посредничестве Китая было. Китай усилил свое присутствие в регионе. Я напомню, было не так давно заключено соглашение и с Ираном на 25 лет, и в экономическом, военно-политическом плане. Дмитрий Маслак, Егор Кузнецов, CGTN, Россия, Москва.